мистер м салам алейкум почему хвалят так мусаева разве он не защищал убийц политковской алейкум асалам адвоката нельзя хвалить или или критиковать за то что он защищает тех или иных людей он адвокат любой человек будь он преступник будем реально виновен он нуждается в адвокате это как бы правило любого правового государства твои права должны быть защищены поэтому мусаев он может быть защищал и плохих людей может быть и хороших хотя в вопросе с анной политковской там не все понятно как именно эти люди причастны или нет я просто не совсем в курсе этой темы по поводу непосредственно исполнительный там и заказчиков то мы знаем по поводу исполнителей они не полностью в курсе этой темы вообще я имею ввиду мы не можем критиковать кого бы то ни было за то что точнее адвоката за то что он защищает людей которые нам не нравятся он обеспечивает те то право которое они которым они обладают в этом государстве в этом нет ничего плохого я так думаю что мурат мусаев защищал этих парней не и полагая что они этого не совершали скорее всего адвокат имеет право отказаться от дела ну что же хотел бы также верить что он считал их невиновными что же как говорится будем считать каждый по-своему адвокат имеет право но также и любой подозреваемый имеет право на адвокаты имеет право на хорошую качественную защиту и обвинять если мы сейчас перейдем на такой уровень когда мы будем адвокатов обвинять за то что они защищают в рамках действующего законодательства преступников тогда надо вообще убрать этот институт адвокатский должен быть только прокурор и судья все адвоката тогда быть не должно но каким бы мерзким преступник не был он имеет право на защиту и эти его права должны быть обеспечены поэтому вообще неправильно предъявлять адвокату претензии за то что он защищает каких-то людей которые нам не нравятся мы считаем что они преступники что они реально совершили даже если они это сделали они имеют право на эту защиту поэтому никаких претензий быть не может к мураду мусаев это мы занятие к чему тогда придем представьте что мы снова освободились у нас независимое государство у нас тоже должно быть это все у нас должны быть адвокаты мы должны быть полноценным развитым правовым государством и у нас совершает кто-то омерзительное преступление омерзительное просто вы представляете и никто не будет его защищать каким бы он омерзительным преступником не был его права гарантированные ему законодательством они должны быть обеспечены поэтому вообще в принципе как бы предъявлять адвокатам претензии это очень неправильно другое дело если они нарушают закон если они там как-то мухлюют пытаются подкупить свидетелей и оказать давление на свидетелей в этом или там подкупить судью допустим конечно в этом плане мы должны их критиковать но не за то что они защищают людей которые нам не нравится тебя не поймешь тумсо то ты топишь за шариат через час за правовое государство ты определись уже никакой стези тихо на как на какой стези ты хочешь брат рудольф рудольфович если ты считаешь шариатское государство не правовым ты мне не брат товарищ я не знаю какая у тебя религия но если в твоем понимании шариат аллаха это не право и что государство которое устройство которого соответствует шариату аллаха не является правовым то ты не в этой религии ты мне не брат как можно такие вещи сказать что за что за понимание у людей в этом мире не существует более правового государства чем шариатская в этом мире не существует более справедливого права чем право шариатская мусульманская исламская нет больше ничего вы люди которые должны стоять на этой позиции если вы мусульмане вы должны у вас должно быть убеждение в ваш ген днк это должно быть внедрено что нет справедливости кроме этой нет никакого успеха после этого успеха и и тут типа ты за правовое государство шариат это потом в твоем понимании значит это какое какое-то неправовое беззаконие это это какой-то беспредел ты том что за беспредел или ты за правовое это вот так что ли вопрос ставится что что это было вообще такое там за когда будет 4 если за основу прямо шариат что будет православными церквями во грозными в целом и 4 и 4 и был шариат на протяжении 9 лет с 90 по 99 год не считая двух лет войны 94 96 мы жили независимо суверенно основой наши взаимоотношений большинстве этого времени был шариат аллаха и с церквями и храмами христианскими на территории нашей страны ничего не происходило они были под защитой нашего государства они так 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 и должно быть это христианская или иная община нам иудейская проживающие в на территории нашего государства должна быть под защитой нашего государства их храмы они будут также по защиты ну со здравствуй как относишься к эрдоганова не читаешь ли ты его на данный момент человеком номер один в исламском мире я к эрдогану отношусь нормально не нужно идеализировать там чрезмерствовать но в целом его как надо признать что он очень грамотный и и весомый сегодня политик в этом мире и в целом отношение к нему скорее хорошим чем плохое какой там был вопрос далее а считаю ли его человеком номер один исламском мире наверное не человеком номер один считаю ли я его сегодня самым значимым политиком исламском мире то есть если взять сегодня исламские страны имея ввиду те страны где большинство населения являются мусульманами такие мы имеем ввиду страны они форму их правления если из таких стран взять их президента вы там их премьеров их лидеров и кто из них сегодня самый видный туда в этом конечно топе первое место я бы отдал эрдоган он сегодня с на самый как бы значимый я считаю что эрдоган сделал турцию как бы снова ну поднял уровень турции на международной арене очень серьезно именно его политика и итог как он умеет себя вести умеет себя преподнести умеет заставить уважать себя и свою страну это заслуживает конечно уважение в алдах не было ни одного стена и переслушать и национальный состав этих омоновцев он абсолютно как здесь не не важен это российские военные кем бы они не были здесь важно чтобы за это должны понести наказание причастные к этому и и непосредственно исполнители их руководство которое просто не привлекло их ответственности просто покрыли это они должны понести ответственность там свои против против останки тоже не слова которые кинули новом году три года назад да кстати это тоже был очень такой щепетильный момент для кадырова как как он быстренько замял эту тему это вещи которых им даже не дают заикаться табуированные темы пусть попробуют где-нибудь на уровне кремля поднять вопрос о привлечении к ответственности этих преступников российских военных преступников за алды за самашки за вот это вот массовое убийство и затем предновогодние захоронения пусть попробует эти вопросы поднять он прекрасно знает что его сразу же отправят след за своим отцом причем таким же образом публично весь мир бывает просто забыл об этом не обращаясь на это внимание сегодня говорят о чем угодно нам обеслане о норд-осте там нарушение прав человека в самой россии задержанных а массовое убийство совершенное вот сейчас 21 год назад это одна это новейшая история и это массовое убийство ни в чем не повинных людей об этом никто не говорит поэтому сейчас важно чтобы хотя бы мы об этом говорили чтобы мы это помнили а и 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 Продолжение следует...